Мощность этой ТЭЦ 19 мегаватт, установлены два котла, плюс у нас есть тубогенератор, который вырабатывает электроэнергией мощностью 3,3 мегаватта. И вот этот ТЭЦ, такой достаточно приличной мощности, работает исключительно на коре. На коре, который является отходом от производства. При сжигании дерева выбросы в атмосферу минимальны, почти не видно. Вот ТЭЦ, а дыма практически нет. Тихо, спокойно, красиво и энергии хватает на огромный завод. Данная ТЭЦ отдаёт энергию коры на производство ещё более чистого топлива. Крупнейший на северо-западе лесопильный комплекс уже 7 лет зарабатывает на опилках, потому что уважает дерево. Цепочку безотходной обработки древесины здесь завершают пеллетами. Это биотопливные гранулы. Европа давно уже отапливает ими миллионы домов. Наш рынок альтернативной энергетики сейчас официально усиливается. Основное наше производство – это производство пиломатериала. Помимо доски из бревна получается три вида побочной продукции. Это щипа, это опилок и это кора. Опилок, который высвободился из вот этой технологической цепочки, мы используем для производства пилет. Чтобы сушить опилки правильно, сколько денег пришлось потратить и что сделать? Общий объём инвестиций, если мы говорим о билетном заводе, составил около 8 миллионов евро. Здесь очень высокотехнологичное оборудование. Мы поставили ленточную сушилку мощностью 8 мегаватт. На улице дождь, опилки ещё сырые. Мы должны его высушить до 10-11%, только после этого он пригоден для прессования. Такой тип топлива считается экологичным в первую очередь из-за состава древесины. Три химических элемента – углерод, кислород, водород. Из них образованы целлюлозы, лигнин, смолы. Ради чистого воздуха производитель пилет должен беречь эту природную простоту. Мы используем чистые опилы без примеси коры. В связи с этим получаются пилеты с очень высокой теплотворностью и низкой зольностью. Меньше, чем полпроцента. Большая мясорубка только не для измельчения чего-либо, а для выдавливания спрессованных опилок. Для того, чтобы это получилось, между прочим, опилилки сначала рубят до размеров 1-2 мм. Какой температурой прессования происходит? Порядка 120-150 градусов. Никаких добавок нет абсолютно, то есть это просто давление и температура. За счёт этого выделяется лигнин из древесины, и он является склеивающим материалом. Оказывается, невесомые пилеты конкурируют даже с углем. Хотя стоят они на пару тысяч дороже, теплотворная способность выше. Экологически чувствительные европейские страны основной потребитель пилет фром РФ. Отечественный очаг сбыта древесно-топливных гранул по сравнению с ними ещё мал. Но на май 2015 года в России насчитали 250 пилетных заводов. В Архангельской области десятки котельных уже используют биоэнергетику. Да, для неё нужны отдельные котлы, но активнее разжигать. Биотопливо в лесной стране кажется логичным. Редактор субтитров А.Семкин